наш эфир продолжает программы ефима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день сергей ну что начнем наверное с самых последних событий знаете было бы грехом не начать столько что завершившейся встречи джо байдена с владимиром путиным я думаю что это событие которое зря называют эпохальным историческим но тем не менее нашего внимания заслуживает и знаете почему даже не потому что какие-то совершенно необыкновенные результаты появились в корне переломывающие ход событий отнюдь не поэтому результатов никаких и нет но их и не ожидалось и почему они не ожидались вот это и есть самое интересное для чего вообще все это устраивалось напомню что сравнительно в последние месяцы в преддверии можно сказать пусть даже отдаленным постоянно нагнеталась атмосфера приближающейся катастрофы с каждым днем сообщения становились все жестче и жестче складывалось впечатление что не сегодня завтра россия вторгнется на территорию украины чтобы ее полностью починить себе или расчленить или создать еще десяток различных народных республик и так далее для чего создавалась вот это странная алармистическая такая атмосфера непосредственно предстоящей угрозы причем угрозы которые если бы запад и блок нато ответил подобающим образом эта угроза могла бы собственно перерасти катастрофу для всего человечества по крайней мере для европейского человечества а создавалась она по весьма своеобразной причине на мой взгляд я в данном случае выражаю личное мнение огромное количество комментаторов видят здесь глубоко исторические судьбоносные какие-то мотивы я не вижу таких мотивов зато вижу глубоко личный мотив связанный с политической судьбой двух контрагентов путина и байдена нагнетание вот этой атмосферы нужно было и той и другой старой стороне для того чтобы укрепить свой имидж решительного при этом принципиального политика который своими решительными и принципиальными действиями спас по крайней мере человечества от вымирания может быть от вселенской катастрофы вы представляете возможность столкновения двух миров россия с одной стороны вторгается всей силой своего корпуса экспедиционная экспедиционного в каких-то там не за 180 тысяч человек по сообщениям и всей силой своей военной мощи и америка отвечает то есть байден отвечает решительный человек чуть ли не бывший военный хотя никогда не служивший по существу но тем не менее крайне решительный американский политик который путину даст по рукам и больно даст по рукам и заставит того пожалеть о содеянном и вот байден ему отвечает тем же сталкиваются два мира и в результате происходит катастрофа но она не происходит хотя уже была в общем-то близко от нас день-два и она бы произошла но решительный байден и не допустил он пригрозил путину настолько последствиями что тот вынужден был отказаться от агрессивных планов и с другой стороны тот же и столь же решительный путин не допустил вселенской катастрофы поняв сложность момента и доказал кстати своим согражданам что не случайно он намеревается править вечно что называется просто для того чтобы своих сограждан спасти от этого неприветливого вечно грозящего чем-то фактически окружившего страну россию своими войсками и вот только путин и и спасает вы понимаете они друг друга стоят в этом смысле они сыграли вот в эту игру сыграли этот спектакль только для того чтобы получить какие-то политические пункты в свою биографию и доказать свою я бы сказал нужно стоить свою историческую нужность у путина тоже дела не слишком хороши в данном случае я говорю не об экономической ситуации тут вообще это это просто темные леса никто даже из специалистов не способен даже ориентировочно наметить каково состояние российских финансов российской экономики мы слышим от специалистов что 10 лет не растут зарплаты с другой стороны мы слышим что путин разбрасывает миллиарды туда-сюда что его дворяне богатеют и дальше и так далее понять смысл путинской экономики столь же трудно кстати как понять смысл и механизмы байденовской экономики сегодня где действуют законы капиталистического рынка но лишь весьма относительно где инфляция составляет 6,2 по официальным статистикам а по неофициальным оценкам специалистов она давно перевалила за 10 но опять же повторяю это темный лес политики нас загнали в такую непролазную чешеву где потерянные все основные правила экономической науки где и статистике уже никто не верит и так далее и вот в этой атмосфере непонятной экономики и непая непонятной социалки непонятных социальных отношений и цифр в этой ситуации очень важно было сыграть спектакль который называется на грани всемирной войны мировой войны от которой от от края которые нас буквально оттащили в разные стороны замечательная политики джо байден и владимир путин вот смысл этого спектакля и он сыгран и он сыгран с большими я бы сказал барабанами с большим с грохотом походных барабанов с при с приводом границы войск и с отводом от границы войск заверениями кстати путина и пескова что никогда не собиралась россии ни на кого нападать и заверениями байдена в обратном в любом случае мы видим неожиданное перемирие или даже я бы сказал умиротворенность противостоящих сторон да они оказываются не собирались воевать они оказываются собирались просто нас спасать от ужасов мнимой войны и они удачно это сделали теперь байден скажет что вы все нам могли наблюдать мою невероятную решительность кстати то что он заявил путину судя по сообщениям не только российских агентств на и блумберге и других он сообщил путин он повторил буквально то же самое что он говорил накануне что в случае случае агрессии америка и запад ответит такими жесткими решительными действиями в сфере прежде всего экономики разумеется но там отключение от свифта запрет валютных обменов с участием рубля и так далее и тому подобное это все он уже сказал путину он якобы это повторил как будто путин не читает сводки мониторинге когда как будто ему эти высказывания не ложатся тут же на стол вот для чего созывался этот саммит с историческим а я бы сказал просто судьбоносным значением если байден повторил то что путин мог прочитать в сводках любого агентства а именно для того чтобы показать что он байден заслуживает гораздо большего уважения чем то которое американцы проявляют по отношению к нему вот и все вот весь смысл дальше я полагаю начнется опять та же игра на соблюдение или не соблюдение минских договоренности или минских соглашений которые здесь надо сказать ясно были концептированы составлены так чтобы они были навеки неразрешимыми невыполнивыми эти соглашения просто в принципе невозможно выполнить потому что они предусматривают в конце процесса полную передачу и занятой территории под управление украины полную передачу занятых территорий включая контроль на пропускные пункты под управление украины чего путин даже в страшном кошмарном сне не может допустить он же на инвестировал на эти территории в это ордло колоссальные деньги колоссальный политический престиж он не может сейчас отступиться он кстати не для того выдавал российские паспорта и российские пенсии жителям ордло чтобы сейчас все это переиграть назад не может а украина не может принять предыдущие шаги ну скажем автономизацию предоставление автономного статуса этим республикам проведение выборов без участия украинских беженцев с этих территорий как это как этого требуют эти народные республики так вот минское соглашение с самого начала были задуманы так чтобы они никогда не могли реально осуществиться и превратились в бесконечный процесс схоластических дешпутаций дискуссии на тему поместится ли два черта на на конце иголки так вот это нам не раз еще как мне кажется предстоит быть свидетелями подобных спектаклей у них единственная цель немножко поддержать престиж внутренний и внешний престиж этих разно удачливых я бы сказал политиков так вот мы и были свидетелями такого такой игры на на угрозу миру и на предотвращение такой угрозы теперь давайте что касается его найти да сергей что происходит в европе поскольку передача все-таки называется похищение европы что происходит европе за последнюю за последние две недели пока мы не видели не слышали друг друга какие-то процессы завершились я бы сказал успешно например уход ангела меркель со своего поста канцлера германии и и уход оплакали миллионы главным образом не немцев а других любителей и и как политика всемирного масштаба и приходит к власти сейчас буквально на следующей неделе будет приведена к присяге приведено присяге новое правительство оа фашольца этот социал-демократ возглавит новое правительство которое уже получила прозвище правительство светофора из-за того что она трехцветная социал-демократы зеленые и партия фдп партия свободных демократов которая избрала для себя желтый цвет как как бы цвет своего флага так вот это правительство еще не приведено присяге но уже поделилась своими планами и планы эти грандиозны это конечно планы климатические 22 министров правительстве будут представлять партию зеленых то есть климатическое бешенство так называемое обеспечено этому правительству она проявится и в замедлении роста и в предотвращении выбросов газов тепличных газов в атмосферу выльется в то что до тридцатого года уже на дворе то у нас двадцать первый пока еще вот но до тридцатого года произойдет значительной степени замена автомобильного парка на электро мобильный парк будут приняты целый ряд мер в области освобождения миграционных правил от я бы сказал каких-то излишних с точки зрения этого правительства барьеров и препятствий люди прожившие три года в германии без без уличения преступности будут получать разрешение на последующую жизнь в германии а через пять лет получит и гражданство или право на гражданство в германии будут повышены социальная добавки социального обеспечивания и и деньги выдающиеся на детей в семье доходы минимальная заработная плата будет повышена одним словом будет из государства социального превратиться германия в государство просто пост социальная то есть уже государство сияющих высот и светло будущего всего человечества я бы предпочел подождать хотя бы пару месяцев потому что как правило после прихода к власти новых правительств и после обнародования вот этих замечательных планов на далекое будущее приходят отрезвляющие какие-то новости приходят скандалы и так далее и правительство успешно проваливается в преисподнюю как это случалось со всеми многие которые указывают на то что меркель это просто светоч в царстве тьмы это просто луч света в царстве тьмы потому что она 16 отправила на умозрительном троне германии и оставила после себя но просто замечательное воспоминание когда приходится об этом писать мне я пытаюсь произвести какую-то инвентуру как здесь аудит ее правления и пытаюсь спросить вы можете ясно мне сказать в чем проявилась вот это радикальное улучшение всего она проявилась в укреплении евросоюза да нет же евросоюз сейчас находится более как бы плохом состоянии чем находился при ее приходе власти реформа а которые мечтали евро бюрократы уже 20 лет назад при юнкерсе так и не совершилось не в ни в коем случае ни в коем виде лисамонский договор который был принят имеет много оговорок которые страны себя выторговали типа да не и прочее правило мост мострицкий шенгенские не соблюдаются напомню чтобы мострицкое правило мострицкие правила предполагали не более чем трехпроцентный дефицит а сейчас дефицит и идут стопроцентная 200 процентная просто чудовищное состояние экономики шенгенские правила не соблюдается с тем же успехом потому что свобода передвижений заменена не свободы передвижения и те же люди которые говорили нам что вы сможете мы сможем мы сможем путешествовать по всей европе с одним только с одним удостоверением личности сейчас говорят конечно с удостоверением личности плюс к видный паспорт плюс паспорт зеленый паспорт подчинения климатическим требованиям плюс какие-то гендерные паспорта и так далее да вам достаточно дюжину паспортов в кармане иметь и вы уже почти европейцы но легко смеяться как говорится но не видно ни одного радикального улучшения жизни народов европы после 16-летнего правления мерки повторяю так вот произошла смена и на постах других некоторых министров потому что обычно радикальные представители теории национальных государств типа себастиана курса который сделал многое для того чтобы австрию вывести из числа вот этих колеблющихся сомнительных демократий и проводить достаточно определенную четкую ясную и приемлемую миграционную политику чтобы его просто сняли причем сняли его как его сняли по фальшивым обвинениям как это обычно делается когда средства массовой информации договорившись концентрировано начинают убивать какую-то личность они сначала убили его курса союзника по коалиции партнера по коалиции партию свободных и ее представителя путем провокации это то что один польский писатель назвал победой провокацией достаточно было сделать подставу крупную подставу с участием российских спецслужб bundesnachrichtendienst то есть разведки германии чтобы человека убить навсегда точно также удалось с помощью придуманных коррупционных скандалов убить и самого курса но сейчас дело в том что при сравнительно недолгом правление курса многое изменилось в самой австрии и сегодня почти немыслимо представить себе человека который бы возглавлял эту страну и шел тем не менее против основного течения этой страны основное течение это крутое поправение австрии и и повторяю принцип национального государства а не принцип глобального управления миром где национальное государство становится пешками всего лишь кстати я писал в свое время а то об этом странном явлении когда сторонники этого покрока про прогресса в кавычках очень ценят дифференциацию принцип дай версии ты разнообразие но только не в случае государств государству не не положено быть разнообразными отличаться друг от друга не положено потому что когда мы скатываемся в пучину представлений а национальное государство газ к ресурсу должна быть однообразны однотипный вот и все и на этом кончается принцип дай версии ты животных может быть много в мире различных а вот государства должны быть одинаковы так вот если бы австрия не повернулась направо то я думаю не было бы и таких массовых демонстраций которые сейчас неделю за неделей уикенд за уикендом проводятся в вене на площади лофбурга напротив фактической резиденции австрийского правительства неделю за неделей выходные дни во всей европе это важно понять проводятся массовые демонстрации причем где они оказываются агрессивные более а где менее предсказать совершенно невозможно возьмите такой стран страну как голландия это голландия страна абсолютной терпимости по всем параметрам абсолютного абстрактного гуманизма они любят всех и хотят чтобы все их любили так вот самая агрессивная демонстрации данном случае я имею ввиду антиковидные анти демонстрации протестующие против мер антиковидных мер правительства своих самая агрессивная демонстрация с битьем посуды что называется с поджогами автомобиля и прочее проходит сейчас почему-то нидерландах почему мне это трудно объяснить возможно потому что действует принцип закрытого котла если котел полностью закрытый у него нет свистка куда уходит по том вполне возможно дело кончается взрывом по всей европе самых непредвиденных местах которые не объединены ничем кроме этой болезни этой эпидемии проходит мощная как никогда демонстрации что это значит мне кажется что это значит что недовольство народов европы сейчас достигла почти высшей точки все мы видим как это проявляется в разных странах а причем я повторяю это явление общее от сербии до британии а между ними скажем франция где развитие событий тоже крайне интересно я уже говорил в прошлой передаче что на сцене появился новый претендент кандидат в президенты это эрик зимур человек крайне необычный которого не так просто ухватить за жабры он высказывает потому что обычно его конкурентку марин люпен обвиняли в простейших вещах она поднимает и выводит на улице главным образом простолюдинов главным образом черно рабочих и прочих малосмыслящих граждан франции отсталых необразованных и прочее все это хорошо и могут действовать в отношении сначала отца марин люпена потом ее самой но не действует отношение эрика лемура он высокообразованный человек автор замечательных публицистических статей в газете люфигаро и автор многих книг и человек с двумя высшими образования но совершенно и его можно обвинить в антисемитизме как это делается он анти или анти иммигрант как это сейчас говорят в европе но когда его пытаются обвинить в антисемитизме еще ко всему это звучит жалостно это звучит жалко вы понимаете как потому что он сам он сам потомок алжирских евреев человека религиозный который приходит в синагогу по субботам по шарватом и и обвинить его в этом крайне сложно он правда считается так называемый наполеоновским евреем то есть для него вера это нечто что нужно оставить в задней комнате своей а в обществе жить так как живет это общество по его законам этого кстати вот этого минимума он требует и от своих мусульманских сограждан он основал партию за то время что мы не встречались с вами в эфире он основал партию которая довольно успешно сейчас расширяется партия называется по-русски называют партия реконкисты реконкиста если вы помните из истории это процесс отвоевания отвоевывания перенейского полуострова от мусульманских тогдашних оккупантов этой территории и возвращение христиан своей исходная так сказать позиции так вот он назвал свою партию отвоевание реконкиста и собирается вернуть францию и и детям его взгляды уже прозвали во франции или обозвали если хотите точнее обозвали во франции ультра правыми подчеркивая что парадоксальным образом марин леупен уже сместилась якобы в правый центр она уже стала рукопожатной ее считают уже как бы достаточно цивилизованной а он а он как бы вот этот самый ультра правый зверь который собирается выселять мусульман в том случае если они готовы если они не готовы исповедовать гражданские правила франции который собирается даже вывести что это полный ужас это полный ужас это подается обычно с придыханием предвещающим впадение в истерический припадок просто он готов и собирается вывести францию как он говорит из военного командования нато вы представляете себе это крайне необычно для франции где кстати в 1966 году тогдашний генерал де голь идол французов выдал страну из военных структур нато и 40 лет она была вне военного командования на то что он и предлагает сделать сейчас опирается при этом он на некую бессмысленность нато в нынешней ситуации когда нато даже на той же самой территории украина чем я сейчас говорил не может доказать свою дееспособность свою подготовленность к тому чтобы она могла и собиралась эффективно защищать свои же декларируемая европейские ценности так вот если она этого не делали кстати нынешняя ситуация на украине нам покажет имеет ли это организация дальнейший смысл или нужно искать новый смысл и тогда членство франции в военном командование нато становится действительно сомнительным я далек от того чтобы пропагандировать эту идею но хочу просто сказать что она вполне укладывается в традиции французской политической мысли ничего принципиально крамольного в ней нет так вот это часть его программа но сами понимаете он провел первое первую встречу или первый митинг своей новой организации реконкиста который было любопытно читать в европейской прессе отзывы они были построены примерно так что известный ультра ультраправый экстремист эрик зимур провел провел первое собрание избирательной своей партии на котором было какое-то количество французов но в то же время были контр-демонстрации замечательных организаций там социалистов и прочих и прочих на которые пришли тысячи и тысячи французов с программой там оборвем руки этому и так далее то есть на площади одной статьи в трех строчках сообщалось о его митинге и зато в 300 строчках сообщалось о том как выглядит программы конкурентных партий но это нормально сейчас это так сказать модно те же кто готовы нейтрально или даже внимательно отнестись к его позициям отмечают что это был он кто собственно вернул сам принцип свободы слова в французский во французский медиальный политический обиход потому что марин люпен это никогда не удавалось сделать когда начинала и тут же окрикивали закрикивали за за захлопывали как это говорится по-русски и затаптывали его же затоптать повторяю крайне сложно он блестящий полемист блестящий трибун народный и как пишут я повторяю авторы которые внимательно относятся к его восхождению пишут о том что он вернул права свободного слова и сейчас это сделать очень трудно вот вам пример буквально сегодняшнее сообщение президент франции макрон а он чуток политическим тенденциям своей страны он же хочет выиграть тоже и что он предпринимает вот он сейчас едет на заседание в четверке вышеградской группы это восточная европа это австрия в том числе и естественно он пытается показать себя тоже не лыком вшитым а сторонником национального государства противником бессмысленных меркелевских открытых границ которые привели только к новым раздором внутри внутри европейских государств и макрон едет чтобы чтобы заручиться их поддержка это для него сейчас важно потому что весь список президентских кандидатов выглядит я бы сказал довольно однобоко если не считать социалистической бюргер бюргер мастер шей но старосты города париж и дальго социалистки если не считать ее и если не считать представителя левых пост коммунистических сил на шона то фактически весь список кандидатов показывает показывает правый уклон французского населения там и макрон который считает себя правоцентристом там и представитель представительница галлистской партии республиканцев там и мартин люпен а сейчас марин люпен а сейчас и замур то есть это крайне для франции необычный список кандидатов ведь франция всегда считалась левоориентированной страной а сейчас она что называется съехала направо что просто отражает общий тренд европы выбора прошли нести не всюду пройдут они сейчас еще и они показывают что европа не готова скатываться налево за некоторыми исключениями ну хорошо давайте закончим рассуждение о европе и после наверное перерыва перейдем к обсуждению внутриамериканских дел их тоже немало возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы телефон студии 847 4005 200 если у вас будут вопросы пожалуйста звоните задавайте и фильм постарается ответить на ваш вопрос ну а теперь к тому что происходит у нас сша разумеется это все таки взаимно взаимосвязано это как сообщающиеся сосуды все что происходит в соединенных штатах наверняка через год-два будет происходить из европы и европе да и уже сейчас происходит вот что мне бросается в глаза когда слежу за хроникой американских событий это уже еще не разделившись это уже разные страны по существу по меньшей мере две страны в одной производится коммунистический эксперимент с переменным успехом а большей частью с хорошим успехом только не знаю кто этот успех собирается испытывать на себе а в другой попытки сохранить все то хорошее с чем америка отличалась почему я это говорю ну когда я сравниваю скажем ситуацию в штатах нью-йорк и в штате флорида техас во многих центральных штатах как бы рассекающих федерацию пополам то я вижу повторяю разные страны и по и по тому как свирепствует эпидемия к вида она почему-то свирепствует с разным успехом в разных штатах более того там уже вообще теряется всякая всякая я бы сказал научная логика сейчас принято опираться на науку а там она теряется в республиканских штатах почему-то ковид благо расположен к местным жителям к местному населению и он их не так терзает как в таких прогрессивных штатах как калифорния или нью-йорк отличаются и меры воздействия и в то время как штат нью-йорк скажем вводит мандаторная мандаторная вакцинирование то есть поголовную фактически вакцинацию населения штат флорида ничего такого не требует в некоторых штатах просто запретили мандаторный подход то есть обязательное вакцинирование всего населения и это практически по всем вопросам это их вопросом об абортах которые сейчас кстати рассек практически верховный суд соединенных штатов своим решением и кстати для наших слушателей но не американских они-то все это знают предмет спора предмет спора таков что в консервативных то есть поймите меня правильно в плохих штатах там аборт разрешается после трех фактически трех с половиной месяцев 15 недель если я не ошибаюсь но вы не обессудьте если я ошибаюсь но 15 недель это три с половиной месяца скажем так не странно ли но конечно многие прогрессивные люди возмутятся как всего три с половиной месяца дается для того чтобы решить этот сложнейший вопрос ведь в других прогрессивных штатах дается все время дура до самого момента рождения а в некоторых говорят что даже даже в момент самого рождения то есть когда человек уже живым появился на свет его можно еще уничтожить его можно еще ликвидировать его можно еще удушить можно сказать если мать которая распоряжается и вправе распоряжаться своим телом не хочет его живым среди живых видеть так вот хочу напомнить что в европе и там где живу но и по всей европе трех месячный период считается критическим после трех месяцев делать аборты запрещено но до трех месяцев то можно а те штаты которые говорят что мы дадим больше на полмесяца три с половиной они считаются крайне ретроградными они считаются отсталыми и фильм вы знаете давайте ему перед звонок а потом продолжим чтобы отдавать давайте добрый день пожалуйста здравствуйте я сказала можно ли задать вопрос на по-моему это больше как бы комментарии не вопрос вы знаете по моему спасибо за хорошие новости это просто замечательные новости и мне кажется что вашу передачу теперь можно называть непохищением европы возвращение европы а вот америки действительно очень сейчас плохие дела в особенно в нашем ну в таких штатах как наш в левых и с этим очень трудно бороться вот нам надо пригласить этого французского президента 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 и и самое главное что самое приятное что он еврей потому что мы привыкли что основная масса и американских евреев очень очень левая здесь понимаете здесь важно понять что даже если он скажем не победит это неважно он ведь не самое явление не само явление а он примета он примета времени даже если он не победит он уже своим присутствием сдвигает макрона направо я же объяснил что макрон чиз едет в восточную европу как говорится перенимать опыт можно сказать советским языком так что это само по себе приятно а что касается американских евреев они действительно большая загадка но мне кажется это связано с тем что жареный петух их еще задницу не клюнул и рано или поздно клюнет они дерьма нажрутся этого и фактически начнут понимать что-то не случайно и эмиграция из соединенных штатов израиль еврейская эмиграция достаточно сильная растет у нее тенденция роста так что будем надеяться что и они рано или поздно осознают человек ведь животное социальное он учится на собственном опыте хотя древние говорили что человек на своих ошибках учиться совершать другие ошибки но хорошо еще что я говорят если не будет звонка в студию разумеется звонками всегда хочу сказать что вот это различие она ведь проходит по всем постам по всем слоям жизни экономической социальной и прочей интеллектуальной это разница чувствуется она становится пока может еще умозрительной как бы кажущейся но становится уже и реальной вполне она уже становится географической разница между этими штатами но возьмите экономическое положение сравните цены недвижимости в калифорнии и в техасе куда сейчас переехала тесла илона маска с флоридой где цены недвижимости растут как на дрожжах а там они падают а если падают цены недвижимости значит люди не хотят там же не хотят переезжать то есть это настолько ощутимо что я все-таки склонен верить тому если не произойдет радикального поворота обычно их называют черными лебедями которые садятся вдруг с неба и все вдруг переворачивается наизнанку так вот если не произойдет чего-то непредвиденного типа какой-то природной катастрофы типа военного переворота то я думаю что уже к ноябрю следующего года то есть к выборам промежуточным выбором уже ситуация проявит себя достаточно ярко а если я понимаю что это большие сроки по жизни кому-то может быть это достаточно короткий отрезок времени а кому-то он слишком длинен тем не менее если не произойдет неожиданного то думаю что к ноябрю или выбором все это станет на свои места и количество гувернеров штатов и количество прокуроров штатов и разумеется представителей и в нижней палате конгресса и верхней радикально изменится тогда учитывая возраст и главное интеллектуальную бодрость американского президента думаю что все это радикально поменяется сейчас пока мы еще живем как бы в преддверии этого вспоминаю любопытную дискуссию когда прошла буквально вчера в американской печати прогрессивная печать опять поймала бывшего президента трампа на лжи трамп заявил выступая перед консервативной молодежью у себя у себя на флориде заявил что печать пресса не печать от пресса то есть все средства массовой информации настолько потеряли свою кредитоспособность свою упало доверие граждан в эти средства массовой информации что при нем средства массовой информации были имели доверие населения на процентов на 95 а сейчас всего на 20 он тут же был уличен в катастрофической лжи оказывается написали газеты типа new york times оказывается при нем доверие было уже 40 процентов а сейчас 20 то есть в чем они его уличили они его уличили в цифре забыв о тренде ведь он указывал не на цифру в которой можно и позволительно кстати ошибиться процент сюда процент туда это же это же не чисто это вниз не физик не физическая единица процент доверия в средства массовой информации здесь важен тренд а если снова повторить эту цифру и сказать вслух ребята коллеги мои по жизни вам доверяет 20 процентов всего американцев вот же смысл реплики трампа куда же вы скатились 20 процентов доверяют это же смысл они уличают смешной меняющиеся изменчивой цифре и не за и не способны объяснить почему после того как выявилась сейчас все превратилось в обширный мощный скандал я имею ситуацию вокруг фонда семейства клинтонов ситуацию вокруг демократического штаба гиларик клинтон при выборах шестнадцатого года когда ясно стало сегодня всем что все эти инсинуации все эти совершенно достоверность свете сведения из источников близких кремлю который собирал кристофер стил в этом знаменитое досье стила и который все средства массовой информации без исключения не только в америке во всем мире выдавали за подлинные вот ведь соль этот скандал не имеет аналогии вообще и при этом после того как скандал прогремел и стало ясно что этим источником достоверным был российский гражданин связаны скорее всего я имею ввиду конечно и и игоря данченко связаны скорее всего сознательно не говорю наверняка но скорее всего с российскими спецслужбами то есть сведения которые именно подносе на серебряном приносила кгб они эти сведения старательно рабски распространение далее эти хотя бы две газеты вашингтон пост и нью-йорк-таймс получили за эту инвестигацию за это смелое журналистское расследование может быть они почти жизнью рисковали когда покупали у кристофера стила кстати из его досье эти материалы понимаете они же их не сами не приносили в редакцию они получили за это пулица пулицарские премии и только одна из газет вашингтон пост решил опубликовать серию опровержений пока еще даже не извинившись она просто публикует старые материалы опровергая факты ложные они вообще сказала проехали ну и что мы же лауреаты мы же рисковали жизнью покупая эти сведения у российского фактически разведчики понимаете так такое бесстыдство мне кажется на фоне такого бесстыдства даже этих 40 до даже этих 20 процентов доверия слишком много мне представляется пора им получить своих пять процентов доверия и вообще как так сказать кануть в прошлое без следа в умах своих потребителей ну что ж эфим огромное спасибо сейчас кстати смотрел кусочек выступление ралли демократов некоторые конгрессмены выступали говорили на испанском языке потому что как бы вопрос который подняли на этом ралли немедленно всем гражданство то есть собственно чем я и предупреждал сначала они запустят 2 миллиона нелегалов через границу к тем 10 20 миллионам которые уже здесь я не знаю никто не знает точность цифру но поскольку они нелегалы а потом потребует немедленной амнистии и немедленного права голоса это все на что была настроена эта машина то есть говорить там ну сопливые либералы так называемые либералы будут говорить вот бессердечные люди ищут лучшей жизни мы все искали лучшей жизни каждый прошел свой путь и каждый съел свой кусок дерьма чтобы пройти этот путь оказывается можно просто нужно просто проголосовать за синильного старика чтобы он открыл границы миллионы впустил и все а потом уже поднимать так сказать толпу на бунт немедленно требуя амнистии права голоса а так что вот то что происходит а еще республиканцы предложили резолюцию запретить обязательное вакцинирование тут сразу чаки шмаки шумер выскочил на пресс-конференцию и обвинил республиканцев что это антинаучно но как вы знаете наука это не что иное как доктор фаучи он и есть наука а все что против его это значит антинаучно то есть резолюцию отменить вот это обязательное укалывание когда компания в которой работает 100 человек должны обязательно их уколоть а компания которая через дорогу в которой работает 50 человек их не обязательно уколоть вот это и есть наука в общем бред абсолютно и к сожалению большинство населения этой страны на это ведется времени больше не осталось еще раз огромное спасибо вам всем и здоровья вашим слушателям и до встречи в следующий раз в следующий раз